В Чебоксарах разыграли пояса чемпионов Европы по кикбоксингу. В бой за титул лучших файтеров вступили не только мужчины, но и женщины. К этим схваткам было приковано внимание всех болельщиков. На ринге сражались и чувашские спортсмены. Хозяевам турнира предрекали победы в трех боях, однако надежды не сбылись. Кто завоевал заветные награды, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. 14 сильнейших бойцов, 7 поистине зрелищных схваток. Битва чемпионов собрала на одном стадионе лучших из лучших. Главная интрига, кто же станет чемпионом Евразии по кикбоксингу. Но за награды на этом турнире сражались представители разных видов единоборств. Кудо, карате, тхэквондо. Поддерживали файтеров именитые спортсмены. Олег Токтаров вручил награду своему последователю. Багаудин Абасов одержал победу в схватке по смешанным боям. Неоднократному чемпиону из Москвы достался опытный соперник. Воспитник столичной академии спорта обошел его всего на несколько баллов. Соперник он уже как ветеран. В Москве парень уже в годах старше намного меня. Ну и перестал, особо не выступает. Вот этот момент уже понимаю, поэтому нельзя сказать, что так. Слишком тоже рад, потому что надо нам двигаться дальше. За титул чемпионки Евразии тоже боролась москвичка. Но чувашская спортсменка Ирина Спиридонова уже с первых минут дала понять. Награда достанется только ей. Эффектно уходя от ударов, она наступала на свою противницу. А таких атак удержится не каждый. Против лома у соперницы Ирины не нашлось приема. Дома и стены помогают. Ну это само собой и подготовка, и тренерский персонал. Как бы очень профессиональная работа тренерского состава. Само собой спарринг-партнеры достойные. Воспитанник школы Алексея Соловьева был на волосок от победы. До последнего уступать этот пояс не хотел никто. Все точки над «и» расставил седьмой раунд. Артема Шишокина отправили в нокдаун. Чемпионский титул достался спортсмену из Дагестана. Хотелось бы лучше выступить, показать себя в полной силе. Видите, соперник, как оказалось, чуть сильнее, опытнее. Но все, что мог, я сделал. Битва чемпионов не последняя. В следующем году лучшие файтеры страны вновь встретятся на Чебоксарском ринге. Приход главы республики, тому подтверждение. Я думаю, что он оценил размах количества народу. Я думаю, что, конечно же, следующий турнир мы будем проводить, например, в честь главы республики Чувашия. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Андрей Шокров и Александр Петров. Республика.